Только покажется, что весь мир у твоих ног, как приходится снова возвращаться в реальность. Но иногда мечты сбываются. Понедельник в школе начинается отлично. Вместо теста по математике – беспроигрышная лотерея. Вот бы такое каждый день. Интересно, кому сегодня повезет выиграть суперприз? Но пока ученикам достаются только оценки. И не всегда хорошие. Теперь очередь Ланы испытать судьбу. Вау, вы видели? Это же золотой билетик. Он приведет Лану прямиком в богатую школу. О таком подарке судьбы мечтает каждый ученик бедной школы. Лану ждут невероятные приключения. А вот и новая школа. Вау, здесь все таки сверкает благополучием. Упс, неловко вышло. Новичку в богатой школе полагается золотой рюкзак. И никаких узелков. В рюкзаке есть все необходимое. А это что? Надо же, карта школы. Только бы не заблудиться. Начнем с исследования второго этажа. Ничего себе, кожаные диваны. В старой школе такого не было. И повсюду картины, как в музее. Ого, а там кое-что поинтереснее диванов и картин. Какой симпатяга. Привет, я Лана. Я тут новенькая. Познакомимся? Туалет там, столовая там. И в подвал лучше не ходить. Что это с ним? Немного странный парень. Так вот оно что. Он работает тут помощником студентов. Принеси-унеси. Не самая престижная должность. А с этими девчонками Лана вряд ли подружится. Какие же они зазнайки. Сразу видно, таким как Лана в этой школе не рады. Да, неприятненько. Золотые шкафчики – обычное дело для богатой школы. И охраняются они, как настоящие сейфы. Без кодовых замков никуда. Еще бы, здесь же настоящая сокровищница. Надо захватить пару золотых слитков на карманные расходы. О, это ты? Пойдем отсюда. Тут пахнет бедностью. По статусу Лане не положен драгоценный шкафчик. Вот это замок. А ее картонный шкаф запирается на скотч. Вместо золота и алмазов здесь блестящие стикеры. Ну и ладно, подумаешь. Есть куда вещи сложить – уже хорошо. А вот и первый урок в новой школе. Но знакомство с классом как-то сразу не задалось. Придется сидеть в одиночестве на последней парте. Но все это такие мелочи. Только посмотрите, какие учебники Лане выдали в местной библиотеке. Кажется, это настоящее золото. Вот что значит бесценное знание. Упс. А вот это уже лишнее. Спокойствие. Никто ничего не видел. В богатой школе и предметы изучают необычное. Сейчас мисс Мэри расскажет ученицам о блогинге. Ух ты, тик-ток. Интересно, интересно. И с золотой ручкой как-то приятнее получать новое знание. Правда? А теперь пятиминутка практики. Все записываем видео. За попадание в тренды пятерка. Кажется, все просто. С этим заданием справится и новичок. Но с таким телефоном, как у Ланы, о тик-токе только мечтать. Блогинг – это не ее. На этом раритете вообще есть видео. На физкультуре в богатой школе никаких утомительных нормативов. У девочек сегодня частный урок тенниса. Лана заряжена на победу. Сейчас она покажет, на что способна. Но мистер Брэндон сосредоточен только на Эрике и Полли. Это восходящие звездочки школы. Эй, вообще-то я тоже здесь. Бесполезно. На Лану ноли внимания. Теперь все ясно. Для мистера Брэндона физкультура с богатыми ученицами – дополнительный заработок. Сейчас вы у меня попляшете. Эй, мистер, за мной! Всем покинуть корт. У Ланы и мистера Брэндона тут намечается теннисный турнир. Никаких шуток, все серьезно. Но силы не равны. Мистеру Брэндону нужно больше тренироваться. Зато Лана сегодня – герой теннисного корта и первая ракетка богатой школы. Экономика – очень важный предмет. Но ученицам сегодня не до экономических теорий. А уж Лане и подавно. У нее тут настоящая фабрика купонов. Их так много в этих глянцевых журналах. А мисс Мэри как раз рассказывает об акциях и биржах. Это основа успешной жизни. Но Лана не бросит одноклассников в беде. Зачем все эти акции и биржи? Сейчас она расскажет о самом важном финансовом лайфхаке. Скидочные купоны могут сделать тебя королевой. Звучит заманчиво. Разве кто-то откажется от туфель по скидке? Вот это настоящая экономия. И почему они раньше не обращали внимания на эти купоны? Кажется, в классе есть новый экономический лидер. Это так почетно. Не стыдно даже в обморок упасть. А на большой перемене в богатой школе ходят в кино. Два в одном. И полезно, и интересно. Тут занято. Поле с Эрикой невыносимы, как обычно. Придется отсесть подальше. Ух ты, как интересно. А вот одноклассницы не в восторге. Они уже смотрели эту новинку. Даже хорошо, что уже звонок на урок. А вот Лана в школьном кинотеатре кажется надолго. Как можно уйти, когда на экране разворачивается такая драма? Но рано или поздно, любой праздник подходит к концу. Эй, Лана, перемена давно закончилась. Я что, уснула? Упс. Золотой глобус. Особая гордость мисс Мэри. Надеюсь, уже все рассчитали стоимость кругосветного путешествия в бизнес-классе. Пора проверить домашнее задание. Фотографии из путешествий. Эрика уже собрала огромную коллекцию заморских стран. Полли не отстает. Она тоже побывала на каникулах в парочке стран. Целая туристическая галерея. Вот что значит активный отдых. А теперь в бой рвется Лана. Неужели ей тоже есть что показать? Конечно. У нее целая серия снимков из путешествия. По дому. Кухня. Спальня. Туалет. И где только Лана не была на этих выходных. В каждом уголке квартиры так интересно. Увлекательный отдых. А что, так можно было? Конечно, это не пятерка. Но Лана и такой оценки рада. Как хорошо, что в новой школе вместо оценок деньги. Эй, Золушка, иди-ка сюда. Это тебе. Надо же. Эрика с Полли сегодня подозрительно добрые. Переодевайся и увидимся в столовой. Ох, какое шикарное платье. Просто мечта. Да-да, столовая в богатой школе. Это пятизвездочный ресторан. Тут строгий дресс-код. В джинсах и кедах вход воспрещен. Лана, отлично выглядишь. Впрочем, не помешало бы освоить пару глав из книг по этикету. Ну вот, опозорилась перед мисс Мэри. А вот и долгожданный обед. Макарошки. То, что нужно. О нет, Лана, это никакие не макарошки. А изысканная паста. Ничего не поделаешь. Придется есть культурно. Ох, и нелегкое же это испытание. Зато Лана развеселила чопорных одноклассниц. Когда они еще увидят такое чудо? Да ладно, здесь все свои. Лана, ты неисправима. Такой волнительный момент. Выпускной. И в богатой школе все по высшему разряду. Даже дипломы золотые. И Лану ждут особые награды. Медаль за отличную учебу. Ух ты, тяжеленькая. И, конечно, кубок за первое место в теннисе. Как это почетно. Но лучшая награда для Ланы – ее новые друзья. С этим не сравнятся никакие драгоценности. Понравилось побывать в нашей богатой школе? А тебе хотелось бы получить такой золотой билетик? Напиши нам об этом в комментарии. И не забудь поставить лайк, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Не пропусти новые скетчи про богатую школьную жизнь на канале Трум-Трум Селект. До новых встреч! Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...